Московский городской суд сегодня оправдал бывшего владельца фабрики Меньшевик. Илью Аверьянова обвиняли в убийстве охранника, однако присяжные неожиданно вынесли оправдательный вердикт. И сегодня судья фактически только оставался озвучить их решение. Репортаж Кирилла Попова. Присяжные не поверили в убийство. Бывший генеральный директор кондитерской фабрики Илья Аверьянов признан невиновным в убийстве охранника для воспрепятствования деятельности приставов. Оглашение приговора заняло всего несколько минут. Из зала Аверьянов вышел оправданным и свободным. Каким именно будет решение Фемиды было ясно еще до начала заседания. Ведь это дело слушалось с участием коллегии присяжных заседателей, которая вынесла оправдательный вердикт в конце января. Сейчас судье оставалось лишь озвучить очевидное. Илья Аверьянов, у которого проблемы со слухом, внимательно вслушивался в каждое слово. Меру пресечения Аверьянова отменитесь под стражей его освободить в зале суда. Признать за Аверьяновым право на реабилитацию. 52-летнего предпринимателя обвиняли в убийстве сотрудника частного охранного предприятия на юго-востоке Москвы. В декабре 2017 года Илья Аверьянов открыл огонь по приехавшим на его фабрику меньшевик кредиторам и приставам. Вокруг предприятия тогда шли судебные споры. Одна сторона утверждала, что бывший владелец завода много задолжал и поэтому должен был расстаться с фабрикой. Аверьянов до сих пор настаивает, что это был рейдерский захват. И решение получено незаконно. Когда к коммерсанту пришли представители взыскателя и неизвестные люди, он сделал несколько выстрелов из охотничьего карабина «Сайга». После предупредительных моих выстрелов в пол завязалась борьба за оружие. То есть один из нападавших схватил карабин «Сайга» и пытался у меня его вырвать. В результате борьбы произошел вот этот злополучный выстрел, который ранил человека. Именно тот человек, который выполнил мою команду и поднял руки вверх и присел на пол. Ранение для одного из сотрудников охраны оказалось смертельным. Аверьянов пытался оказать помощь, но после покинул фабрику. Сдался следователем лишь спустя сутки. Продолжался обстрел моего доверителя лицами вооруженными, которые находились на территории фабрики. И, естественно, он опасался за свою жизнь. Расследование этого дела растянулось на два года. А вот в суде разобрались всего за несколько заседаний. Кто первым нажал на курок, установить так и не удалось. Бизнесмен говорил, что пальбу устроили незваные гости и ему пришлось обороняться. А убийство охранника Алексея Осипова было случайным. Для коллеги присяжных версия владельца фабрики прозвучала убедительнее доводов следствия. Присяжные приняли решение о том, что я к этому эпизоду не причастен. Не просто не виновен, а даже не причастен. Они видели, как непосредственно я ходил по территории предприятия, видели эти дырки в стенах, видели пули валяющиеся на полу. В том числе, кстати говоря, боевого оружия. Формально присяжные заявили, что не доказана причастность бизнесмена к убийству с целью воспрепятствования работе судебных приставов и причинению тяжкого вреда здоровью. Именно эти статьи вменялись Аверьянову, который два года провел в СИЗО. Единственное, на кого речи предпринимателя не произвели впечатление, мать убитого. В невиновность Ильи Аверьянова она не верит. Ну, может, вверх, предупредительный. Все, инвалидом был бы, я бы вас простила. Но он преднамеренно 70 сантиметров застрелил и опор. А теперь улыбается. Потерпевшая сторона намерена обжаловать решение суда. Но если присяжные вынесут оправдательный приговор дважды, а спорить его уже не получится. Кирилл Попов, Виктор Денисов, Юрий Ермаков. Вести. Дежурная часть. Продолжение следует.